Всем здорова чуваки, вы на канале PlayJackson и очень часто вы меня в комментариях просили, чтобы я добавил в украинскую премьер лигу Локомотив Москва. Без проблем чуваки, все для вас. Встречайте, Локо, ВПЛ, погнали! Московский Локомотив начинает турнирной таблицы на 6 месте. Что же, посмотрим как они дальше будут продвигаться. Переходим непосредственно к календарю. Первый матч против Зирки, Кропивницкий. Симулируем. Итак, чуваки, первый матч для Локомотива, ВПЛ отыгран. Смотрим результаты и это поражение от Зирки. Вот так вот, такое вот неприятненькое начало для гостей с Москвы. Переходим к августу. Август, чуваки, пролетает и первый матч против Александрии. Смотрим. Победа со счетом 2-1. Очень сложный и важный матч против Донецкого Шахтера. Ничья 2-2. Матч против Луганской Зари. Победа 3-1. И матч против Вереса. Ничья 1-1. Переходим на сентябрь. Отмотали мы сентябрь. Первый матч в сентябре против Черноморца Одессы. Победа 3-1. Матч против Ворсклы. Победа 2-1. И матч против Карпат. Победа 2-0. Итак, чуваки, сейчас мы отыгрываем октябрь и переходим в турнирную таблицу. Так, первый матч в октябре против Мариуполя. Ничья 1-1. Матч против Киевского Динамо. Поражение 2-0. Матч против Олимпика. Ничья 1-1. И матч против Черноморца. Победа 2-1. Что же, ребятки, давайте посмотрим турнирную таблицу. Как она выглядит. Первое место у нас за Шахтером Донецк. 30 очей. Второе место Локомотив Москва. 22 очка. И... Третье место Карпат и Львов. 22 очка. Вот так неожиданность. Динамо Киев всего только на шестом месте. Но для меня, чуваки, это очень неожиданные результаты. Давайте теперь перейдем и посмотрим, кто бомбардир в УПЛ. Кстати, эту идею мне подкинул подписчик. Спасибо тебе, друг. Действительно, годная идея. Итак. Восемь очей. Два человека. Панамар и Паулинья. На третьем месте Денисов с Локомотива. И на четвертом Фарфан. Фарфан, надеюсь, правильно произношу. Матчи за ноябрь. Первая игра против Вереса. Ничья 2-2. Матч с Александрией. Ничья 1-1. И... Декабрь. Так, чуваки, матч против Зирки. Победа 3-1. Матч против Олимпика. Победа 2-1. И матч против Киевского Динамо. Поражение 2-1. Вот так вот. Итак, ребятки, прошла мисс сезонка. И возобновляется чемпионат УПЛ. Первый матч против Мариуполя. Смотрим. Победа со счетом 3-1. Второй матч против Карпат. Поражение 2-1. Карпаты. Очень-таки круто сейчас выступать в УПЛ-очке. Матч против Ворсклы. Победа 4-0. Просто разгром. И кубковый матч против Донецкого Шахтера. Ничья 1-1. Итак, чуваки, первый матч в марте против Зари. Победа 2-1. Матч против Донецкого Шахтера. Ничья 2-2. Матч против Ворсклы. Ничья 0-0. И кубковый матч против Донецкого Шахтера. Поражение 2-1. Ну что же, давайте перейдем, посмотрим турнирную таблицу. Турнирная таблица уже поделилась на 2 группы. Те, которые борются за чемпионство. И те, которые борются за выживание. Нам интересна первая группа. В ней лидирует Донецкий Шахтер. 54 очка. Второе место у Киевского Динамо. 44 очка. Третье место Локомотив Москва. 41 очка. Четвертое место Ворскла Полтава. 34. Карпаты отошли на пятое место. Ну и замыкает эту группу Александрия на шестом месте. 29 очей. Последние этапы. УПЛ. Сможет ли Шахтер удержать свою первую позицию? Или же все-таки уступит Киевскому Динамо? Или возможно даже Локомотиву? Итак, чуваки. Матч против Карпат. Победа 2-1. Матч против Донецкого Шахтера. Поражение 2-0. Матч против Киевского Динамо. Ничья 2-2. Матч против Александрии. Победа 3-1. И матч против Ворсклы. Победа 3-1. Итак, чуваки. Последний месяц. Май. Ну что же, ребятки. Матч против Динамо Киева. Победа 2-0. Вот так вот, чуваки. Локомотив взял реванш. Матч против Донецкого Шахтера. Ничья 1-1. Матч против Александрии. Победа 2-1. И последний матч против Карпат. Победа 2-1. Что же, давайте посмотрим турнировую таблицу. И узнаем, кто стал чемпионом. Итак, чуваки. Первое место чемпионом УПЛ стал Шахтер Донецк. 77 очей. Второе место у Московского Локомотива. 61 очко. Третье место у Киевского Динамо. 56 очей. Победителем Кубка Украины стала Киевская Динамо. Ну и давайте посмотрим, кто стал лучшим бомбардиром УПЛ. И этот чувак... Не просто чувак. Ага. И это чувак с Локомотива. Ари. На втором месте Феррера. Хотя тоже у него 15 очей. Я не знаю. Короче, здесь, наверное, победила дружба. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, чуваки. Я абсолютно все комментарии читаю. На которые нужно. Я отвечаю. С вами был Кэй Джексон. До скорых встреч. Пока.